hyundai продолжают радовать ассортиментом своих поломок сняли мотор с редуктором здесь был шум при разгоне и какой-то рокот но правда он был не характерны для них на маленькой скорости наоборот где-то в районе 40 60 километров в час в моторе есть шум но не сильно критичный но в случае будем менять подшипник разобрали редуктор и вот здесь вот такой сюрприз непонятно откуда шайба но есть подозрение что эта шайба у нас стоит на сателлитах и вот здесь большое количество стружки и вот эта шайба куда-то попадала и могла давать такой рокот в общем сейчас разберем посмотрим там даже не пришлось сильно разбирать вылезла ось сателлитов он видно что уже давно и она уже разбита и вот это как раз есть шайбочка которая у нас вылезла и вот эта часть терлась по корпусу и по шестеренке тоже кстати говоря повезло что так потому что бывает гораздо гораздо хуже на 5 сталкивался этот палец сателлита вылазил и пробивал корпус в данном случае корпус не вылез не пробило но запросто могло сильнее выйти и ударить по корпусу с неприятными последствиями могу развалить редуктор а эта шайба которая здесь лежит так и есть это шайба которая стоит под сателлитом он с той стороны это шайба осталось с этой стороны и и нет вытащил ось сателлитов и вот что у нас с этой осью и и выгрызла а вся причина в том что сломался этот пружинный штифт ось сдвинулась начала задирать сателлит и выскочила вот эта шайбочка вот она превратилась вот в такое и по всей системе гуляет масло с абразивной стружкой поэтому все подшипники тоже шумят то есть здесь нужно будет ось сателлитов смотреть чтобы не было разбито посадочное место здесь штифт сателлит смотреть возможно придется его растачивать если мы найдем толще палец и растачивать там в общем дальше будет видно что с ним делать а по этим шестернем видно что здесь была разная угловая скорость этих шестерен с корпусом сателлитов а это чаще всего бывает если буксует либо же очень долго едут в с вывернутыми колесами но скорее всего в данном случае была пробуксовка вот пробуксовка привела к тому что разную угловая скорость и эти шестерни позадирала их то мы спасти сможем а вот с корпусом сателлитов сейчас боремся будем восстанавливать их и под больше диаметра пальца и это еще один сигнал к тому что не следует буксовать на снегу если машина не едет не мучайте машину не буксуйте одним колесом потому что это потом будет дорогостоящий ремонт не нашли мы новую корпус сателлитов поэтому вышли из положения другим путем взяли ось сателлитов которая 20 миллиметровая здесь отверстия были 18 расточили отверстия но к сожалению внутри на сырой поэтому сделали такие бронзовые втулочки и сняли тот металл который натянула здесь сейчас здесь уже все хорошо проворачивается ничего не клинит и будем теперь собирать соберем поменяем подшипники и соберем этот редуктор пока делался корпус дифференциала я перебрал подшипники на моторе и теперь собрал редуктор сейчас отрегулировал валы и теперь буду клеить на герметике и можно будет собирать с мотором соединять и устанавливать на автомобиль вот такой вот был ремонт и самое главное нельзя забывать что буксовать на машине нельзя иначе сателлиты работают не в естественно своем положении они должны прокручиваться слегка но когда автомобиль буксует они интенсивно прокручиваются они на это не рассчитаны и поэтому в результате чего приклинило палец сорвала штифт палец съехал и в принципе вы все видели